эс здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем играть nf марж 22 ферма и у нас наступил ноябрь месяц черт сказал это и вспомнил мемасик где у чувака бомбило что говорят ноябрь месяц октябрь месяц и добавляя вот такое вот существительное ну ладно на самом деле много кто так говорит и пофигу давайте для начала посмотрим чем у нас закончился наш октябрь и сентябрь которые были в прошлой серии в октябре на контрактах мы подняли в итоге миллион двести пятьдесят на топливо 12 тысяч было потрачено было продано немного тюков обслуживание техники 220 тысяч заняло 19000 расходы на аренду техники был косячок небольшой в общем то вы знаете пришлось в аренду в срочном порядке волковую жадку брать цена производства 574 евро на сегодняшний день амортизация недвижимости 3262 а что у нас вообще в ноябре происходит обычно а вот ничего контрактов нет никаких до осталась уборка лука но не хочу ее делать да и ничего в общем то 43 точнее поле которое тоже не особо хочется делать да и в общем то все на наших полях у нас тоже никакой работы сейчас нету на 38 у нас растет канола 39 поле у нас готова к посеву но посев только весной я сюда внес извести замульчировал закультивировал все как надо соседние 36 тут тоже растет канола ждем хороший урожай но опять-таки в следующем году на 35 поле друзья я внес таки известь но как видите где она была не нужна она не вносилась а где была нужна чтобы быть идеальной она вносилась то же самое на 34 поле но там вроде как она везде была нужна или почти везде да почти везде здесь что она была не нужна здесь она и так в идеале также с контрактов на покос у нас осталась куча тюков на 45 поле и сейчас volvo ездит их продает и вы у меня спросите а какого хрена ты вообще сейчас тут начал что-то делать если делать нечего а я тут подумал что у нас в принципе есть некоторые денежки и неплохо было бы поставить один заводик чтобы он знаете ли зимой уже поработал немножко и весной у нас уже была какая-то минимальная продукция блин я так говорю как будто пытаюсь сохранить интригу а что ж это за завод будет хотя по названию серии по обложке вы уже наверно знаете хотя кстати спонсоры не знают у них будет просто написано nf 16 до 16 сережда есть только одно но нам не хватает сейчас денег на этот самый завод поэтому самое время что-нибудь продать у нас правда не очень много всего есть во первых тюки вообще по поводу того что продать у нас есть замечательный модик проверка запасов экономящее время и здесь мы можем все посмотреть значит по поводу сена которая там валяется 1 миллион шестьсот шестьдесят тысяч литров самая высокая цена на данный момент на животнооческой базе но эти ребятушки едут какие ребятушки volvo да будет ездить на садоводство туда ближе там цена на 1 евро меньше а даже немножко уже поднялась в общем-то за все про все мы получим 95 тысяч шестьсот шестьдесят шесть ради 200 евро выгоды ездить дальше смысла нет там на топливо больше потратит максимальная цена у нас в январе но ждать ее мы не можем да и не намного там больше также друзья мы можем продать соевые бобы до намного выгоднее будет их продать видимо в июле но сейчас там деньги нужны 63 тысячи мы можем получить также у нас накопилась электроэнергия и в теории мы сейчас можем получить за нее двести сорок пять тысяч правда это за всю в трех навесах и на биогазе да вот это вот с биогаза я предлагаю продать для этого мы друзья идем на наш биогаз кстати вот эти ребята я их выключил сейчас наступил день мы их включаем я тут кстати вот не знаю кто кто может быть мне подскажет знающие люди смотрите у нас режим производства зависит от солнца а цена производства 360 фиксированная в месяц так вот ночью если эта штука не работает тратим ли мы деньги на производство и самое главное жрется ли техобслуживание в любом случае давайте вот этот вот силос мы продадим точнее какой силос электрозаряд мы продадим кстати с излишков силоса еще около 400 кубов мы сюда закинули там контракты носилась кстати были прям на биогаз северный поэтому ни одного тюка мимо не пропало так вот меняем режим вывода на продажу и когда наступит новый час а это случится через семь минут наш силос улетит и продастся точнее не силос электроэнергия и после этого опять поставим на распределение продано тюков 14000 прекрасно и плюс же еще награда за эко счет точно нам друзья нужно накопить миллион четыреста я очень надеюсь что с продажи электричества мы все-таки поимеем какую-то денежку и такс вот они наши маны стоят с помощью этих манов нам нужно продать 97 кубов наших соевых бобов на самом деле не такая большая разница куда их вести цена сейчас растет но друзья деньги нам нужны здесь и сейчас поэтому берем оба мана и отправляем по одному рейсу сделать оба вообще-то у нас их 3 значится один рейс на бга загрузка выгружаешься ты перекупщику зерна и везешь соевые бобы один разик и погнал можно даже тебя замка не включать ты все равно другие места никуда не поедешь здесь друзья тоже самое абсолютно загружаешься на бга выгружаешься у перекупщика зерна и везешь ты туда соевые бобы вот и тоже никуда заезжать вроде как не должен так что давай погнал иди работай пока они там возят все давайте на зиму помоем всю нашу технику опять-таки геморройное занятие но весной когда наступит март мы будем в полной боеготовности черт 2000 обслуживания техники сожрала вольво а засранка сейчас этих двух тысяч и не хватит но друзья на часах уже 859 так что сейчас продастся наше электричество 1 миллион 50 тысяч у нас на балансе кстати нам надо заменить плуги точнее трактора которые ездят с плугами чая вам покажу тут интересную историю это мои уже не сейчас будем делать но так планы на будущее вздым 900 и у нас миллион двести пятьдесят шесть тысяч это ли не прекрасно кстати прикольно стачивается плуг до краска именно вот то что в земле находится а вот и первым он у нас продался 38000 и того миллион двести девяносто девять у нас на балансе или надо реально какую-то автоматическую мойку ставить а и 2 ман у нас продается в общем-то с этих продаж не хватает 28000 еще сверху значит будем ждать пока еще тюками набьется а шо поделать такс на этой базе у нас все все чистые кроме манов но манам еще предстоит немножечко поработать вот на этой базе не все у нас чистые у нас все грязные на этой базе черт и здесь и керхеров нету вот же засада а чё я так забыл их поставить здесь а керхер 5000 так то вот здесь я поставил кстати не разобрался я как зарядить эту хреновину но мы сюда прямо электрозарядку поставил и не будет никаких проблем у нас может быть кстати даже и сегодня в теории мы найти как должны будем немножко поднять денег сейчас остаться в плюсе должны будем меня конечно больше смущает то что он почти все потратим и зимой у нас будут одни расходы на амортизацию весной посевная и удобрения то есть нам нужны будут деньги на не семена и удобрения соответственно но я надеюсь мы справимся ладно друзья гулять так гулять мы сюда тоже сейчас поставим керхеры это у нас инструменты точно так же как и на тех гаражах ставим за столбами вот так вот бздынь и 2 вот так вот бздыни вроде как они не должны будут мешать парковаться нашим товарищам миллион триста тридцать у нас на балансе нам нужен миллион четыреста так что ждем продажу тюков кстати наша volvo вот это уже больше двух тысяч километров накатала хотя мы ее брали но явно не вначале но вот и все на этой базе у нас теперь все чистые вообще все крутота осталось только грузовики помыть на грузовики еще на сегодня не закончили знаете кстати раз уж мы тут разгулялись давайте поставим станцию электрозарядки вроде как вроде как если мы поставим вот сюда вот к этим колесам ей должно будет хватать радиуса действия да вон видите она даже и моргает прям трактор видит устанавливаем 5000 это все дело стоит ой только не говори что ты ее не видишь а он же моргал он же ее видел надо прям вообще в упор подъезжать ну ладно 8 минут он будет заряжаться но заряжайся при не очень удачное размещение кстати если мы время ускоряем это нифига не ускоряет зарядку понятно но все равно опять-таки зарядить такой трактор за 8 минут это прям быстро или снести в гараж прямо поставить а то есть так и сделаем 1 евро на электричество я тут прям вот собираю прям коплю деньги и трачу их на всякую фигню которая мне не так сильно нужна так это у нас снести за 2 500 до получилось чуть дороже чем планировалось но ничего а она тут моргает независимо от того где она стоит что если прям вот так вот в стену воткнуть как в модуль а давайте бзды к не говори что ты не достаешь падла но как так то и сколько тебе не хватает совсем пупучка ему не хватает а значит мою сносим и ставим ближе и потом окажется что это будет мешать ей парковаться будет прям вообще обидно и что ты все равно не достаешь а давай на парковку его я хочу чтобы она не мешала ему парковаться а есть такая перспектива и не мешают отлично не мешает она нормально здесь становится хорошо это замечательно но сейчас вдруг есть на поле номер 23 а мы туда пробежимся между тем продано еще 13 точнее заработано 13 тысяч продано еще тюки зачем мы отправили сюда трактор потому что нам нужно купить вот эту территорию по рекомендациям автора карты именно на этой территории должен располагаться данный заводик и мы в общем-то его сюда и всунем поэтому эту территорию мы покупаем купить да то кстати она со скидочкой вышла и нам нужно еще 60 тысяч накопить денег кстати электрозаряд и силосной башни мы опять таки ставим точнее из биогаза опять таки ставим на распределение за распределение электричество кстати тоже будем платить деньги потом я тут кстати прикинул нам не хватит денег у нас сена осталось на 57000 а нам нужно заработать 58 с половиной вот они вот эти вот копеечки на перестройки а вот так это работает друзья мои вот так вот давай друг съезде к продай два прицепа соломы погнал 100 кубов соломы продадим получается четыре с половиной тысячи где-то заработаем на этом это должно будет перекрыть наши расходы но боюсь что март мы начнем в минусе 14000 затюки вообще они кстати мне кажется даже растут в цене может и хватит нам без соломы ладно неважно короче сейчас она там все продастся и мы с вами встретимся я друзья кстати знаете что не посчитал я не посчитал награду за эко счета там у нас вроде как 10 процентов лишнего еще падает поэтому немножечко денежков лишних у нас еще будет то есть как лишних денежки лишними не бывают короче вольво сейчас едет разгружается у нас плюс 14000 даже плюс 15 и нас хватает денег там на поле осталось еще два тюка не влезли потом она их заберет продаст и fast track еще один прицеп соломы тоже продаст небольшой совсем небольшой запас на зиму у нас по деньгам останется но он прям настолько маленький что но это даже не серьезно возможно мы все-таки будем в минусе давай давай бздынь разгрузился миллион триста шесть тысяч отлично нам нужно миллион триста полетели на нашу новую территорию вот она и так заходим в менюшечку строительства и нам нужно производство и найти здесь вот эту вот штуку нпз друзья который стоит миллион триста здесь видимо надо выровнять территорию да на что еще у нас уйдут сейчас денежки кстати не так уж и много этих самых денежка здесь уходит а чё он неровными миллион триста с нас спросил за это все дело на часам собирался что-то ровнять все вроде как все ровно деньги больше не списываются все равно хочешь что-то ровнять не вроде бы норм хороший вопрос как это все дело расположить наверное вот тогда на эту территорию больше ничего ставится не будет ставим его ровненько бздыни вот так вот по центру и давайте зайдем в меню посмотрим что же это за заводик то такой он у нас производит топливо топливо из канолы топливо из подсолнечника и соответственно топливо из нефти у нас есть канала и подсолнечник поэтому мы запустим сразу же две линии правда цена производства в месяц 9600 это как-то многовато да но зато переработаем это все дело в топливо и она у нас будет может кстати его и продадим если вы будет прям много весне она на двух линиях будет нам складировать по 62 куба топлива по 40 кубов будет перерабатывать канолы и подсолнечника в год 500 кубов вот есть площадь требуемой для выращивания но это наверное приблизительное значение но ладно и так мы запускаем эти две линии вторую смену запускать сейчас не будем будет перерабатываться еще но это еще плюс 14 тысяч в месяц многовато нет никакого смысла через 13 минут сюда поступит первое электричество а мы же пригнали этот трактор сюда чтобы записать здесь автодрайв на этот завод что мы в общем то сейчас и сделаем единственно сначала только пробежаться посмотреть а как здесь это все устроено а вот здесь вот мы будем выгружать все сыпучие вот здесь вот мы можем заправлять топливо и здесь скажем так проезд не очень удобный да а вот здесь мы можем загружать сыпучие обратно в кузов насколько я знаю и канулу и подсолнечник можно будет выгрузить обратно то есть можно чуть ли не как склад использовать вот это вот все дело и плюс еще друзья как побочный продукт у нас будет корм для свиней видимо вот этот вот жмых который будет оставаться свинки с удовольствием сожрут давайте эту бочку наверное мы тоже тягать с собой не будем оставим ее здесь сделаем здесь круговой маршрут и потом как-нибудь подсоединим его к дороге погнали объедем вокруг нашего завода вот так вот въезд потом как-нибудь отдельно придумаем как сделать но вот это вот кольцо пускай здесь будет но и здесь делаем ответвление на загрузку и на выгрузку всего сыпучего давайте вот эту точку сделаем как нпз выгрузка сыпучие а вот эту точку сделаем как нпз погрузка загрузка сыпучего нпз загрузка сыпучие и соединяем это все в наше кольцо где у нас выгрузка нефти честно говоря даже не знаю возможно здесь у нас и нефть будет выгружаться еще нам надо сделать ответвление вот здесь к заправке не очень удобная точка на самом деле здесь кривоватенько получилось давайте подровняем трохи пускай угол конечно остается с такой надеюсь это будет работать то что я сейчас здесь делаю найти еще одну точку здесь вот так вот поставим вот так вот это все дело соединим вот так вот и здесь сделаем точку тогда нпз загрузка топлива черты он не ту точку поставил зараза вот это пускай будет вот этом нпз загрузка топлива есть эти вероятность того что техника которая будет заправляться по автодрайву когда у нее заканчивается топлива так и здесь делаем такой вот выезд будет ездить заправляться сюда такое вполне возможно а ей не выключил я запись стираем эти точки так но здесь вроде бы все соединили теперь нужно сделать грамотный въезд и выезд я думаю что мы вот отсюда вот так вот это все дело соединим а здесь у нас маршрут будет двусторонним и выезд сделаем через встречную полосу рисуем сюда еще одну точку но и вот такую вот штуку рисуем делаем ее второстепенной и делаем ее двусторонней вот это у нас будет двусторонний маршрут отсюда сюда она тоже едет и чтобы она уступала дорогу чтоб техника на подъезде уступала дорогу в случае если кто-то выезжает он будет заранее это видеть вроде как должно это в теории работать делаем то же самое и в эту сторону вот так вот стынь точки мы эти тоже делаем второстепенными и делаем это все дело двусторонним вот так вот отсюда соответственно делаем еще заезд им заранее чтобы они перестраивались и вот отсюда они перестраиваются на встречную полосу и буду так вот выезжать но все друзья курс play проложен точнее автодрайв проложен в теории должен работать если что будем уже подправлять по месту когда это будет необходимо с тобой мы закончили ездить на парковку а нам же тогда надо отправить туда еще перевезти канолу и подсолнечник на часах как раз через три минуты уже будет электричество еще все последние тюки у нас тоже продались этот товарищ сейчас поедет на поле съездит увидишь там нет тюков и после этого приедет сюда припаркуется так вот сколько у нас канала и сколько подсолнечника короче четыре поездки канала и четыре поездки подсолнечника получается двух манов хватит давай друг тебе четыре поездки канала прибыл на парковку фуражник молодец канала и везешь ты все это дело кстати давайте создадим новую папку нефтеперегонный завод а не 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 влезает значит нпз и перетащим туда вот эти вот точки нпз все готово а так вот ты едешь на нпз выгрузка сыпучие везешь туда каналу четыре раза давай друг погнал и черный man тоже четыре раза только ты везешь подсолнухи едешь на нпз выгрузка сыпучие это же погнал ща не вдвоем тут справятся так парковка топлива тоже прибыл молодец 20 100 стукнула и сюда поступило 53 куба электричества но точнее 53 тысяч киловатт хотя здесь все в литрах измеряется и все теперь электричество нету не на навесах вот она начала там производиться копеечки первые общем она все будет уходить сейчас сюда как только она забьется и деваться ему будет некуда тогда она будет уже копиться опять таки если посмотреть по цифрам в год то у нас пока что производится два с половиной миллиона электричества требуется на этом заводе всего 144 тысячи опять таки так как у нас будет производиться корм для свиней то наверное весной имеет смысл завести свинок они будут давать нам навоз и жидкий навоз который мы сможем отправлять опять-таки на bga и производить еще больше электричества а вот и маны приехали на загрузку 1 грузит каналу 2 подсолнечник полетела загружаться у нас канала выведем туда ее абсолютно всю и подсолнечник тоже весь сколько тебе по времени туда ехать а четыре с половиной минуты многовато но ладно но вот man и приехал и смотрите он заворачивает на среднем на встречную полосу чтобы здесь не цеплять кузовом и нормально пролазить течение кузовом а прицепом посмотрим теперь чтобы он здесь разгрузился нормально и в общем-то это будет успехом ну и второй man у нас следом же тоже приезжает друг за дружкой они едут этот разгружается замечательно и линия запустилась у нас уже есть два литра топлива чаще разгрозится подсолнечник и все это дело начнет вырабатываться в два раза быстрее она здесь выгружается этому посмотрели замечательно подсолнечник тоже полетел ну и все топливо теперь в два раза быстрее у нас вырабатывается но эта вся история здесь тоже прекрасно выезжает да замечать ничего не цепляет все прекрасно прям глаз радуется но все эти товарищи у нас получается пускай катаются ну и теперь друзья уже точно мы с вами встречаемся весной всех поздравляю с первым построенным производством на этом на сегодня мы заканчиваем осень заканчивается третий год у нас заканчивается впереди будет только интереснее поэтому чтобы ничего не пропускать подписывайтесь на канал или присоединяйтесь на сервер дискорде там тоже есть уведомление обо всех роликах стримах и всем остальном если хотите смотреть все ролики по мере съемки то сделать это можно на бусти спонсором кто меня там уже поддерживает огромнейшее спасибо за поддержку лайки комментарии в общем-то все это не забываем всем огромное спасибо за просмотр всем всего доброго всем покаки а а а